О, там что-то говорит. Ага, к нам вот хотят еще присоединиться, мне пишут. Ага. Еще сейчас будут люди присоединяться. Давайте дадим немножечко времени. Ну вот, мы уже в эфире. Еще раз добрый день, Дэн. Друзья, аккуратненько с микрофоном я хочу, почему? Потому что, если у вас они будут включаться как-то там непроизвольно, могут возникать шумы. А так как вы ставите вид докладчика, то Zoom устроен так, что кто говорит, того и видно на большом экране. И получится, у кого будут шумы в помещении какие-то, ну там газонокосильщик пройдется, там лесоруб, дерево срубит за окном, птички запоют, то вы будете появляться в полном экране, а не я. А остальные будут слегка, наверное, подвешиваться, потому что будет непонятно, что делать. Слушай, я буду тогда на маленьком экранчике, будет не видно, что делать и повторять. Я сделал небольшой фальш-старт, эфир только пошел, поэтому повторюсь. Меня зовут Тимур Шевчук, я институтер Украинской Федерации йоги. В рамках проекта «Йога без границ» мы сегодня проведем занятие «Крепкое утро». Наверное, мы сегодня в большей степени поработаем с плечевым поясом, с зоной лопаток. Это как раз те мышцы, которые мы обычно почему-то не любим использовать, если специализированно для этого не тренируемся. Скажем, потому что эти мышцы хорошо тренируются у скалолазов, у спортсменов, кто занимается воркаутом. А обычно люди их не используют. Я имею в виду лопатки и нижний ромб. Сегодня мы их повключаем без всяких зверств, спокойненько. Главное настроиться на позитивную волну и настроиться не убегать, когда будет немножечко тяжело. Потому что немножечко тяжело – это всего лишь небольшая наша иллюзия. Когда нам хочется как-то отволынить от нагрузки, нам кажется, что нам очень сильно тяжело. На самом деле, ну, будет легкая там, небольшая такая степень нагрузки, поэтому здесь не смогут справиться. Ну, я думаю, все, кто хотел к нам присоединились или доприсоединиться. Давайте будем начинать. Махните головами, если вам меня нормально слышно. Хорошо. Давайте настроимся на занятия. Сядем ровно. Потянулись макушками вверх. Выравниваем спину. Выравниваем себя по оси. Смотрим, чтобы он не заваливался влево, вправо, вперед, назад. Ровный позвоночный столб. Тянется вверх вертикально. Раскрываем грудную клетку. Толкаем грудь вперед, между плечей. Смотрим, чтобы подбородок у нас был параллельный пол. Не было вариантов задержанной головы или вытянутых гусиков вперед. Расслабляем мышцы лица. Прикрываем глаза. И еще вытянули себя макушкой вверх. Вытянули позвоночник. Включаем пресс. Прессом вытягиваем поясничный отдел. Выстраиваем ритмическое дыхание. Вдох, раем, выдох. Осознали себя пребывающими. Здесь и сейчас. В том помещении, где вы находитесь. На месте, на котором пребываете. Тебе людей на этом занятии. И в этом теле. Почувствовали границы своего физического тела. Сознание погружает в тело. Проблемо распределяем тело. Каждую зону, каждую частичку тела наполняем своим сознанием. Вынимаем себя из незаконченных разговоров, предстоящих дел, неоконченных дел. Здесь и сейчас. Фармируем явления. В ближайший час. Посвятить работе со своим телом. И еще дотянулись макушкой вверх. Общиком дотянулись вниз. Медитация на внутреннюю улыбку. Раз. Растянули лицо в улыбке. Еще лоси не растянули. И опускаем улыбку в район сердца. Из сердца улыбнулись семье. И изнутри наполнили все тело улыбкой. Из сердца улыбнулись семь участникам этого занятия. Всем своим близким, родственникам, друзьям. Всем людям на земле. Всему живому, что нас окружает. Глубокий вдох. На выдохе сворачиваем в состояние. Дыхание капало обхватив. Дыхание капало обхватив. Продолжение следует... Хорошо. Небольшая разминка. Потянулись макушкой вверх, вытягиваем шею из туловища, наклонок головы влево-вправо. С вытягиванием макушки все время вверх и вдаль. Хорошо. Клевательные движения головой вперед. Продолжение следует... Влево... Вправо... И такие круговые движения, оставляя подбородок в параллельном полу. Вдругую сторону. Вдругую сторону. Вдругую сторону. Хорошо. Еще макушку вытянули вверх, поворот головы влево-вправо. Все время вытягиваясь макушкой вверх. В одну и в другую сторону. Вдругую сторону. Хорошо. Хорошо. Круговые движения плечами назад. Головка плечей описывает полный круг. В задней фазе лопатки сводятся, касаются друг друга. Теперь вперед. Также в задней фазе лопатки соприкасаются. Хорошо. Круговые движения корпуса бочкообразные. Каждый делает в своем темпе. Кому-то удобно быстро, кому-то хочется еще проснуться медленно. В одну и в другую сторону. Хорошо. Хорошо. Таз, колени и голеностоп разомнем на положение в четыре линка. Переходим в положение на четыре линки. Посмотрели, чтобы у вас колени были на ширине таза. Кисти стояли под плечами. Локти слегка подсохнуты и уходят под брюшко. Чуть-чуть буквально. Вращение тазом по кругу. Старайтесь, чтобы не было люфтовых пустых движений. В каждом миллиметре движения что-то дотянется. В другую сторону. Хорошо. Теперь нам нужно приподнять подъемы ног, голени и вращение голеностопа. В другую сторону. Полный круг делаем. И теперь делаем такие перекрестные движения. У нас коленные чашечки. Чтобы их сильно не нагружать, перенесите больше вес на руки. И мы делаем такие ножницы голеностопами. То одна, то другая нога окажется то сверху, то снизу. Можно ускориться. До ощущения тепла, разогрева нижних конечностей. Хорошо. Снова просто встали на четвереньки. Вращение тазобережным суставом. Правой ногой по кругу. Не спеша. В задней фазе нога выпрямляется. В передней фазе коленка может слегка чихнуть себя по локтю или по трицепсу. И стараемся смотреть, чтобы у нас сейчас левый локоть вообще не сгибался. То есть, если вы согнули левый локоть, значит вы уходите вот так вот. Так стараемся не делать. Оно красиво для селфи, но в плане пользы для организма нет. В другую сторону. Также на задней фазе нога выпрямляется. Хорошо. Выпрямили ногу. Смотрим, чтобы у нас локти были ровные. Носочек правой ноги натянули на себя. И лодыжку нашу, голеностоп, начинаем влево-вправо двигать. Смотрим, чтобы пальчики у нас натягивались на себя. Особенно дамы, кто привык ходить на каблуках. Рефектурно могут носочек вытягивать. Тогда эффекта не будет. Потом ногу выводим вбок. И то же самое. Вверх, вниз, носочки. Левый локоть ровнее. Хорошо. Согнули коленку. Смотрим, чтобы бедро было параллельно полу. Локоть ровный. И носочек ноги вверх, вниз. Махи. Вверх. 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 Возвращаемся обратно к четвереньке. То же самое начинаем проделывать с левой ногой. Вначале круговые движения. Тазобедренный. Раз, минаем. В задней фазе нога выпрямляется. Потом вперед. Другую сторону крутим. Выпрямили ногу, носочек натянули на себя и двигаем голеностопом влево-вправо. Выводим ногу вбок 90 градусов. Тоже голеностопом вверх-вниз. Смотрим, чтобы правый локоть был ровный. Согнули коленку, ведро параллельно полу, носочек вверх-вниз. Махи. Задержали бедро вверху. Выпрямили ногу назад. Правую ногу поставили на предпальце. И уходим в кожух. Возвращаемся на четвереньки. Покрутили тазом. По идее, сейчас должны быть сильные ягодицы, сильные бедра. Ягодичная мышца даже может слегка с чем-то жжение быть. В одну покрутили сторону и в другую. Хорошо. Садимся удобно. Так, что вы можете достаточное время сидеть с ровной спиной. Сейчас мы поработаем с зоной лопаток как раз-таки. Восстанавливаем дыхание. Полное йоговское дыхание. Подышали немножко. Хорошо. Хорошо. Поднимаем руки в стороны. Выводим вперед. Сжали кулаки. Разжали. Смотрим, чтобы руки были в локтях ровные, параллельный пол. Делаем быстро. Сжали, разжали. Будем делать какое-то время, пока не скажу, хватит. Постарайтесь пробиться через желание выйти из практики. Давайте еще 20 раз. Темп держим. Еще 15 раз. Еще 10 раз. Еще 20 раз. До конца выпрямляем пальцы. Еще 5 раз. Еще 7 раз. Еще 3 раза. Еще 4 раза. Сжали кулаки. И вот с этим ощущением жара, тепла в лучезапясном суставе начинаем вращать. В лучезапясный сустав. Чувствуем, как тепло развивается по своим рукам. Дальше гипотил. В другую сторону. Хорошо. Стряхнули руки. Поболтали плечами. Сделали трясочку такую. Хорошо. Подняли руки в сторону. А здесь самое важное, что? Лопатки опустить вниз и свести. Вот именно, чтобы вы почувствовали, как лопатки свелись. Не заваливаем, как лопатки на шею. Подбородок параллельным полом. Пальцы растопырили. Потянулись ими вдаль, вдаль, вдаль. На вдохе скрутили ладони вверх. Мизинец тянется к потолку. Большой палец к полу. Лопатки соединены, опущены вниз. Полное йогурское дыхание. На выдохе раскрутили руки. Дотянулись пальцами вдаль, не опускаем их. На вдохе закручиваем другую сторону. Лопатки соединены. Может казаться, что болит шея, что-то еще. Шея расслабьтесь и болит. Ничего по факту мы сломать себе не можем в этой асане. На выдохе раскрутили, опустили руки. Потрусили ими чуть-чуть. Раструсли плечи. Хорошо. Развели руки опять в стороны. Ладони смотрят вперед. Лопатки соединили. Свели, развели. И вот таким движением начинаем, сводя и разведя лопатки, поднимать руки вверх. И вниз. Идем дальше к полу. И снова вверх. Каждый сантиметр прорабатываем на сведение в разведении лопаток. Локти ровные. И снова вниз. Идем вверх снова. Доходим до серединного положения. Разводим и сводим лопатки. Опустили руки. Встряхнем у себя опять. Руки встряхнули. Плечами потрусили. Чтобы воротниковая зона расслабилась. Хорошо. Снова разводим руки. Пальцами потянулись вдаль. Ладони смотрят в пол. Лопатки вниз соединили. Пальцы вытянули и потянулись ими под мышками. Сильные пальцы тянутся под мышками. И вот продолжая тянуться пальцами под мышками, сводим и разводим лопатки. В быстром темпе. Хорошо вытянули. Опустили. Снова встряхнули воротниковую зону. Плечами потрусили. Снова подняли руки. Растопырили пальцы. Лопатки вниз и соединили. И потянулись к плечам пальцами. И теперь как бы расталкиваем стенки лифта. За счет работы лопаток. Хорошо вытянули. Опустили. Стряхнули. Расслабили плечи. Покрутили плечами назад. С ощущением тепла, которое от лопаток лично отразлялось вниз по позвоночнику и дальше по всему телу. Вперед. Позакидывали тепло через плечи на грудной отдел. И давайте, дайте растечься этому теплу вниз. Под груди на живот, в пах и дальше по ногам. Если вы были старательны, прилежны, по идее, вы должны почувствовать сейчас, если так вот пошевелить, зону лопаты и мышцы, которые находятся ниже лопаток. Это и есть наш нижний ромб, который мы обычно плохо задействуем. Вот пошевелили им, попробовали почувствовать, как он себя чувствует. И снова переходим на четверинки. Здесь нам важно что еще сделать. Опять поставить коленки на ширине таза и под тазом. Кисти рук, пальцы растопыренные, стоят под плечами. И мы упираемся на три вала кончики пальцев, середина ладони подушечки и подушечки вот эти вот, тыльная сторона. Как бы равномерно на них распределили вес, локти чуть подсогнули под себя. И нам нужно еще что делать? Вращение плечами назад. Как мы крутили плечами, когда сидели, это еще так же мы в ладе по себе. Пробуем раскрутить их так, чтобы они были легкие и непроизвольные для движения. И теперь, не прекращая вращать плечами назад, вот как крутили, так крутили, отставили левую ногу назад и приставили ее обратно. Правую ногу отставили назад и вернули ее обратно. И так повеременно делаем. Левая нога возвращается, то право. Плечи при этом постоянно крутятся. Здесь важно, чтобы вы коленками не подходили к кистям. Вы оттуда начинаете подходить коленками к кистям, чтобы снять нагрузку, получается, с рук. А мы ее оставляем, как она была в изначальном варианте. То есть коленки возвращаются под таз, а не вперед. Постепенно заканчиваем. Садимся. Рефлексируем свои ощущения в плечевом кольсе, во всей спине, дышим полной огосской дыхани. Друзья, дышим полной огосской д folе, сейчас немножко стоя поработать для этого я одену немножко другую насадку на камеру она будет более мутненькая но зато у меня будете видеть в полном объеме я не буду без головы так видно меня да что мы сейчас будем делать надо поставить ноги на две ширины плечей левую стопу развернуть в лево пальцы ног правая нога пятка уходит назад под 45 градусов располагается руки выставляем параллельно полу левую коленку подсгибаем не обязательно сильно здесь важно что нужно включить сразу правую ягодицу вот она должна быть как камень вот ее включить и удерживать и на вдохе скручиваем ладони вверх лопатки опускаем вниз правая ягодица как камень дышим и уже пытаемся с крепкой ягодицей можем ниже просесть раскрутили руки скрутили в другую сторону на выдохе раскрутили внутреннюю ногу развернули вперед на выдохе раскрутили внутреннюю ногу развернули вперед правую стопу развернули вправо левую под 45 градусов руки параллельно полу садимся на правую коленку сгибаем левая ягодица включена сильная скручиваем руки вверх ладони на выдохе раскрутили и на выдохе скрутили в другую сторону раскрутили поднялись развернулись ноги должны быть сильные теперь нам что нужно сделать стопы поставить как чарли чапли в стороны развести обе насколько можете с прямой спиной попой потянуться к полу до подойти пятками вперед кисти рук положить на коленки сверху при маски над до раскрываем таз попой тянемся вниз копчиком грудь толкаем вперед и руками как бы до развода бедра в сторону можно попружить слегка теперь мы надо почувствовать как подошвы наши как присоски у кальмара присосались к римату и вот от этого ощущения присосных стоп поднимаемся вверх ноги выпрямляем ноги сильные сводим ягодицы руки через пол через сторону поднимаем над головой лопатки опускаем вниз ноги сильные опустили руки потрогайте бедра свои ножны со всех сторон напряжены из боков и внутренняя часть и передняя стенка и зад и начинаем разводить коленки в сторону и снова опускаться лопатки тянемся к полу и снова до развода по окружению хорошо и стоп раз вперед потянули наклонились вперед немножко руками можно упереться себе в бедра и потянуться макушкой вперед вытягиваем позвоночник поясничный отдел позвоночника переднюю стенку бедра так с трех головой мышцы напрягивайте лопатками плечами потяните спя от потолков хорошо на вдохе головы погнали снова сейчас уйдем в нижнее положение я сейчас руки глаз уберу хорошо садимся полное йоговское дыхание садимся 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 снова остановимся на четвереньки я сейчас поманеврирую покажу вам сбоку вид вам нужно что сделать стопы сзади скрестить и пойти вот так вперед то есть чтобы не вот так стояли а вперед пошли я развернусь вперед вам чтобы дальше вы видели что я буду делать пошли вперед и поставьте кисти на где-то полторы-две ширины плечей пальцы смотрят в сторону то есть не вперед а вот туда есть то есть здесь вы как бы можете регулировать свой наклон вперед за счет того что коленки будут сильно далеко назад или чуть ближе посмотрите по своему самочувствию потому что нужно будет делать какие бочечки то есть мы делаем круговое движение вот так вот грудью касаемся чиркаем пола и поднимаемся обратно друзья не отжимания а вот именно круговое движение сделайте пять в одну сторону потом пять в другую сторону и прислушайтесь к ощущениям в плечевом поясе если у вас только руки напряглись попробуйте включить зону лопаток которую мы сегодня прорабатывали если вам очень легко попробуйте в корпус вперед подать коленки поставить подальше вообще в идеале оно делается из упора то есть мы тогда коленками вообще не становимся то есть стоим в упоре таком и делаем в упоре это тоже попробуйте так сделать раза три в одну сторону раза три в другую не лените сгибать локти хорошо умницы садимся как вам удобно я на ней саду по-японски восстанавливаем дыхание дышим и не спеша ложимся на спину сейчас немножко поработаем с зоной пресса вставки руки положите в корзиночку под голову отверните обе лопатки от пола согните левую коленку и правым локтем прижмитесь к левой коленке вот физически надо прижаться чтобы она касалась ну держите а правую ногу отверните от пола дышим раскрутились лежим отдыхаем рефиксируем ощущение какие зоны пресса у вас включились снова отрываем обе лопатки правую коленку подтянули и левым локтем в нее уперлись а левую ногу оторвали от пола в 2 2 3 3 4 5 5 и и скрутились Лежим, рефлексируем ощущения в животе. Но очень важно при этом упражнении, чтобы у вас обе лопатки были слидаторованы от пола. Бывает, чтобы облегчить участь пресса, не хочется его дозвучать, люди дотягиваются одной из лопаток на пол, опираются. В каком случае они руками себя удлиняют шею и травмируют часто. То есть этот момент нужно учитывать. Теперь что мы сделаем? Мы обе лопатки отрываем от пола и оба колена прижимаем к локтям. Не отрывая локти от колен, начинаем качалочку на пальцем ничем. Очень важно, чтобы локти у вас, друзья, локти не должны отрываться от колен. Вот они должны в них встрять, и тогда у вас будет эффект. У вас будет какой эффект? Включение нижнего пресса. Да, вот нижний пресс, я вижу, Евгений трогает. Он включился, хорошо. Если удерживает, то он включается. Покачайтесь, пока вам комфортно, и выпадите, полежите. Подрефлексируйте ощущения, какие у вас в животе. Продушите свой животик. Хорошо, не спеша встаем. Встаем не для упражнения, а для того, чтобы почувствовать свое тело. Вот встаньте, как вы, и походите за свое тело. Как чувствуют ваши ноги, как лопатки ощущаются, как плеск. Тело должно быть часто проработанное, и приятно хочется ходить. То есть мы не просто переставляем эти ноги, а вот эти ноги уже включились, какие-то мышцы сами чувствуются, ягодицы чувствуются, хочется как-то передвигаться. А плечевой пояс включился, пресс включился, и тело поет, хочется ходить. Надеюсь, у вас такие же переживания, как у меня. Садимся. Если у вас такие же переживания не похожи, как у меня, то действие будет проведено в приятной ходьбе, в приятном передвижении. То есть не просто волочить свое тело куда-то из точки А в точку Б, а и сам процесс включения мышц, включение опорно-двигательного аппарата будет приносить вам удовольствие. Проноярно. Каплабхати. Каплабхати. Спинки ровные держим. Хорошо. Хастрика. 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 Каплабхати. Хорошо. Комфака. Кто закончил полное йоговское дыхание? На сегодня все. Закрываем поля. Кто в фейсбуке, друзья, я с вами прощаюсь. Кто в зуме, можем остаться и вы можете поговорить, задать вопросы по практике, что вас интересует. И вопрос сказать, ай, привет. Я передвигаюсь на общение с зумом.